Песни о палённой войной в Казанском районе провели межрегиональный фестиваль. Уже в четвёртый раз он собрал исполнителей военно-патриотической песни. Оксана Павлова слушала композиции времён афганского конфликта, Великой Отечественной и не только. Более 30 исполнителей из разных городов и районов России вновь собрал фестиваль солдатской песни. Идея создания принадлежала казанским ветеранам-афганцам. Объединение «Защита Отечества» поддержало проект. Чтобы мальчишка и девчонка любили своего отца и мать, любили своё село, свой город, свой район, свой край, ну и в конце концов родину. И знали, что вот наш земляк, вот жущий на той улице, учился в этой школе, сидел на этой парте. Чтобы помнили этих ребят. Для того мы и работаем. Для всех ветеранов-афганцев настоящим подарком стало выступление легендарной группы «Каскад», созданное 30 лет назад военным дирижёром Андреем Суховым. За время войны в Афганистане дала тысячи концертов. Там же очень много частей, отдельная рота, отдельные батальоны. Каждый разбросан там, ну приезжаем там, а там 20 солдат всего там, допустим, на посту на каком-то. Вот по окрону концерта что 100 человек, что 20 человек, что там 10 человек. Иногда в день по два, по три концерта давали. А в Казанке на сцену выходили и местные артисты, и ветераны боевых действий, и воины запаса. Все те, для кого военная песня является частью души. Переживаю это всё внутри, и как бы очень чту и уважаю своих, как бы сказать, старшее поколение, которые воевали и служили на благо нашей Родины. Вокальная группа «Неслужебное задание» шесть лет исполняет патриотические песни. Три вокалиста работают в пограничном управлении. Объехали всю страну, любят приезжать в Тюменскую область. Богатая область, даже по дорогам можно посмотреть. Не бывает такого, чтобы дорога сломалась, всё нормально. Да, конечно, Курганская область, она бюджетная область, и поэтому, конечно, именно в красоте здесь Тюмень даже намного, до два порядка выше. Всегда приятно приезжать в Тюмень. Есть идея расширить географию фестиваля солдатской песни и сделать его международным. Доброе дело готово поддержать объединение защиты Отечества. Оксана Павлова, Евгений Патико, Тюменское время.